Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Евгений Чичваркин, российский бизнесмен, который сейчас проживает в Лондоне. Это у нас большое интервью с Евгением, которое мы решили разделить на две части. Это уже, собственно, вторая часть этого интервью, в которой мы будем говорить о будущем России. А для тех, кто не смотрел интервью из первой части, мы сделали небольшую нарезку. Вот, можно сейчас ее просмотреть. В имиджевом плане и в политическом, это, конечно же, огромная победа для Украины. Все это понимают. А вот поражение вот это вот для России, и личностным ли оно стало для Путина, вот эта вот сдача Херсона, уход из Херсона? Я понимаю, что абсолютно все, что не Крым, можно скормить. Нельзя будет скормить Крым. Крым это какая-то, да, такая точка вот все, когда Путину конец, да? Да, ну не Крым, а именно Крым и Севастополь. Это когда конец Путина, когда яйцо с его этой иглой уже будет в руках ЗСУ. Вот, и это крайне сложная будет задача, потому что если Херсон очень мало из россиян искренне считают своим, ну так, положа руку на сердце, то Крым-то считают. Вот давайте поговорим о том, что Путин себе в последнее время стреляет в ноги, как вы сказали. Я думаю, не только в ноги он себе стреляет, и в руки. Ну, в общем, что-то непонятное происходит. На этом фоне очень ярко начали пиарить Пригожина. С чего бы это вдруг? Чей это проект? Он сам опиарится. Его не надо пиарить. Он себе сделал имя, вот, вот, по локоть в крови и в Африке, и в Сирии. И, безусловно, он себе сделает политическое имя. Много ли таких людей в России? Нет. То есть он не станет президентом, за него не проголосует? Нет. Вообще в российскую армию шли люди воровать и бухать. Спокойно воровать и бухать. Туда не шли воевать или стрелять. Шли за статусом ранней пенсии бухать и воровать. В армию шли не воевать. Все, никто не идиоты, все понимали, что на Россию с ржавыми боеголовками большой армии и абсолютной нулевой стоимостью солдат никто нападать не будет. Все это прекрасно понимали. Они шли красть и бухать. Они не думали, что им придется показывать, что у них на самом деле на складах. И как это работает. Как летают эти кинжалы, искандеры и тополи, и как крутится на месте эта армата. Вообще им это в голову не могло прийти, что это придется доказывать в деле. В коррупции, в тяжелой коррупции, в большой коррупции участвует много миллионов человек, и чтобы ее обезглавить, нужно полностью переделать законодательство одновременно. И на это должны быть и мозги его сделать, и воли его интегрировать на одной шестой части суши. И такого человека нет, и такой воли нет сейчас. Мы ее в афиг случае не видим. И после этого возникнет огромное вооруженное сопротивление. У нас несколько миллионов людей вооруженных. А это на данный момент сотрудники спецслужб и менты. Если будет борьба с коррупцией, это будут бывшие сотрудники спецслужб и менты. Они в этой жизни ничего не умеют, кроме насиловать, грабить и бухать. Они ничего вообще не умеют, кроме отбирать чужую собственность силой. И вот их, ну скажем, миллион с лишним, плюс 200 или 300 тысяч ПТСРщиков с отбитыми абсолютно мозгами, вернувшихся из Украины. И вот это то, чему новой власти придется, с чем придется работать. Но мы продолжим интервью с Евгением. И вот первый вопрос будет, наверное, все-таки очень личный, если уж позволить, Евгений. Да, конечно. А у вас остались друзья, знакомые или коллеги, не знаю, как это сказать правильно, в России, которые вот просто верят в то, что Путин, Володя, ну он молодец. Я всех почистил в 2014-м. У меня же позиция была радикальная. Я же в 2014-м году, до сих пор мне так стыдно, я очень разнервничался, и у меня просто пропал язык, к небу прилип. Я в 2014-м году прямо на Блумберге призвал ввести войска НАТО в Украину, чтобы остановить агрессию. С тех пор все почищены. Есть люди, которым мы взяли паузу в общении, потому что в какой-то момент было и так, и так. И у них бизнес в России, они просто эмоционально защищают свой бизнес, несмотря на то, что западные ценности гораздо ближе. А была подруга, которая была фактически за Путина 21-го числа. И фактически 26-го уже не была за Путина, а в сентябре стала против, ну и так далее. А какие нотки находит вот эта пропаганда российская внутри русского, российского человека? За что он цепляет, чтобы люди верили? Величие. Вот смотрите, распал Советского Союза, а пропаганда же работала, для многих послужила это как большая неудача. То есть даже очень свободолюбивые, очень прозападные люди писали, как Петрушевская, там «Время ночь», или Алексеевич «Время секонд-хенд», там сквозит растерянность и полное непонимание того, что происходит, куда это все провалилось. Кира Муратова «Астенический синдром», это же все про абсолютно непонимание времени и потерю себя в этом времени, в времени недостойном, мрачном, в каком-то абсолютно, то есть думали, что прям въедут в капиталистический рай, прям из Москвы в Женеву, что в какой-то момент вместе с большим количеством сыра на полках все эти устои кальвинистские, появится уважение, что будет культ образования, культуры, открытие всему миру, вот этого много света, а света стало меньше, мрачно, банды, ракетиры, утюги на живот, а институты грохнулись, НИИ грохнулись, заводы встали. Оно по-другому, по большому счету, вряд ли и могло бы быть именно в Совке, так как он упал под собственной тяжестью, и не потому, что Горбачев хотел его разобрать, а потому, что он его не удержал. И это вот просто рухнуло сверху. Я был человеком молодой, я нашелся быстро, а для людей постарше это была абсолютная катастрофа, вызвавшая вот это чувство, что отобрали, сломалось и отобрали. И вот эта ностальгия по величию на ней и сработали. И они, когда сделали эти старые песни о главном, ну, все же д***ли всей страной на это. А я милого узнаю по походке. Вот. И я думаю, что идея восстановления, она тогда настолько отклик был большой, что именно, ну, то есть попытки вернуть все взад было и ККЧП, и потом 91-й захват парламента, и по-другому бы люди проголосовали и подделанные выборы 96-го, подделанные под Ельцина, хотя должен был быть Зюганов. Вот. И реакция, она нарастала. Путин просто хитростью и обманом оседлал эту волну, пользуясь малой силой, смог вписаться, но он точно по-пацански чувствовал, что нужно простому народу тогда. Ему было меньше, чем мне сейчас. Вот. И пацан, который привык выживать со своей субтильной фигуркой в подворотник, он быстро понял, что и как может работать, за какие рычаги нужно дергать. А куда делать вот это вот пацанское его счастье? Прошу прощения, что я перебиваю. Фарт ушел. Фарт ушел. Ну, давайте будем предельно честны. В 2001 году Путин просился в НАТО. С 2000 по 2006 или 2007 Путин просился в НАТО и в итоге даже приняли левой ногой. Он очень хотел интегрироваться с большим миром. Мир смотрел на Россию по привычке с опаской. И долго бы еще смотрели с опаской. И вместо того, чтобы своими делами, экономическими успехами, политическими успехами, культурными успехами, спортивными успехами всем доказывать, что мы не страна Первого мира, он решил вынуть практически на стол ядерную боеголовку, давно не проверив, что она ржавая. Вот. А он решил устроить филометрию с Западом. И это жест отчаяния старого диктатора. Это от отчаяния. И это от... Он действительно в это верит. То, что он объединитель русских земель. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Он ездит к этим старцам. Старцы ему поддакивают. Он видит эти горящие глаза простых очень людей, которые, наверное, напоминают ему родители, которые тоже очень простые люди. Вот. Которых... Для которых телевизор это единственное светлое место в жизни. По которому говорили, что да, нам нужно потерпеть, но наша армия сильна, над нами не заходит солнце. И от Калининграда до Владивостока это все наше отдать. Вот. Поэтому... Это очень просто. На этом сработать очень просто. Гораздо сложнее... Я уж вернусь к своему любимцу. Шейху Мухаммеду было 8 лет назад не арабку поставить 22-летним министром молодости, толерантности и будущего. И посадить вместе со старыми вот этими дедами, там, министром нефти, министром обороны, которые вообще с женщинами не здороваются, которые вообще после них, мне кажется, даже руки моют, если они за одним столом сидят. И вот посадить туда, она из Йемена или откуда-то, отличница такая. Ну, во всяком случае, по цвету кожи точно не местная. Вот. И понимая, что будущее это глубокая интеграция, причем ментальная интеграция с Западом, с западным миром, он их просто насильно тащит Дубай, тащит часть, делает частью западной цивилизации. Вот. А наш главжулик, там еще нефть закончилась 12 лет назад, наш главжулик с учетом того, сколько сейчас стоит ископаемый и сколько их, мог сделать реально такую страну, настолько сильную и мощную, что никакое уважение от Запада никакого даже было бы не нужно, никакого бы НАТО было бы не нужно. увязать их по сути в увлечь всех заработком денег, увязать их в огромных этих активах получастных или частных, открыть страну и заниматься с гребом бабла приблизительно в пять раз быстрее, чем он это делает сейчас. Но позволить, да, что его критикуют и вокруг много иностранцев. Вот. и то, что там могут быть недовольны, то, что выборы по-разному проходят. Он бы мог это себе все организовать, не переизбираясь, но при этом работая, при этом дав, грубо говоря, челюди, условно говоря, судиться по закону. Но у него не хватило на это воли, мозгов, еще чего-то. Они по-примитивному решили, по-простому. Твое, мое и мое, мое. Вот. И было бы ли это проблема с мобилизацией, если бы они вместо 200 тысяч поставили 300, да не было, вообще никто бы не узнал, сколько бы людей призывали. Сказали бы, что призвали 50 тысяч, а призвали бы 500, и никто бы вообще... Когда шли добровольно, когда весь конфликт уже бы прошел внутри семьи, это бы никуда не вышли, никакие жены бы не стояли бы и не ныли бы ни про что. Все это нужно было на 100 тысяч рублей больше, на полторы тысячи баксов заплатить больше в месяц, на четырехмесячном контракте. Вопрос был 6 тысяч экстра денег, долларов. А что же не заплатили? Жадность. Жадность, да? Жадность, конечно. Человек, у которого есть миллиарды, сотни миллиардов? Человек, у которого есть 2 триллиона в Ассуте. Активов 2 триллиона. Жадность, конечно. Я просто не представляю, что такое 2 триллиона, давайте о сотнях миллиардов лучше. Это я хоть и себе представляю. Это половина основной компании Саудовской Аравии, которая нефтяная компания, они недавно сделали АПО в Сауде-Араме. Она стоит 4,4. Вот у Путина где-то половина это все. Какой должна быть прививка от путинизма в России? Нужна ли она вообще? Прививка от путинизма она лежит через по сути это было несколько раз в России. Это было опять-таки при Александре Втором и как следствие потом при Третьем. Это было сразу после Красного террора и во время него началось. Это другое образование. это большая десятки лет. А вот так, чтобы... А иначе никак. А иначе никак. Ну, не расстреливать же их. Ненависть и насилие породит больше ненависти и насилия. А те, кто взялся за оружие, да, их придется изолировать. А остальных просто их детей учить по-другому. просто по-другому и своим примером, и законодательством, и правоприменением. И сделать все, чтобы приехало из Запада, миллионы человек приехали из Запада работать, улучшать, приносить технологии, руководить, строить и так далее. Чтобы глубокая интеграция была с западным миром, со штатами и с Европой. Чтобы они приезжали, как условно говоря, в петровские времена. За бабки страшно, но за бабки поедем. А вы вернетесь в Россию? Рассматривайте такой вариант, вернуться в Россию после поражения Путина? которую мы сейчас нафантазировали, город Китиш, которого никогда не будет, да, в такую вернусь. Но, скорее всего, в виде четырех килограммов праха. Хорошо. Ну, а какой-то хороший сценарий для России есть сейчас? Из реальных нет. Из реальных нет. Что делать? Из реальных сценариев, из реальных сценариев, запад в какой-то момент предает Украину, надолго замораживается где-то полу-решение линии фронта, потому что просто не дает ни денег больше, ни оружия. вот, и там медленно вызревает новое поколение, вместо Путина приходит там какой-нибудь там, не знаю, Силуанов с Мишустиком и с, не знаю, кем там еще, с Собяниным, и они медленно, аккуратно санкции за санкции разгружают и медленно отползают просто от этой проблемы, постепенно там убирая войска, убирая этот агрессивный фактор отовсюду, вот, постепенно возвращаясь к тому, к чему они туда шли воровать, чтобы было, а чтобы было больше чего украсть, нужна больше база, вот, и так как финансовый блок у Путина надо отдать должность сильные деньги считать умеет, вот, там понятно, за ними будут те же чекисты, но, условно говоря, это может быть не агрессивный чекист, а более спокойный и мудрый, который просто хочет большую свою долю, а посягать на чужие земли не хочет, вот, может быть такой полу, где вариант, где никто не выиграет и никто не проиграет, он будет такая серая зона, все погрузится в затяжную и серую зону, может быть и такой вариант, при нем погибнет меньше всего людей. Вот вы не первый, с кем я общаюсь, говорите о Мишустине и Собянине, они реально, вот, сейчас взять убрать Путина, поставить Мишустина и Собянина, они реально смеют изменить Россию. Нельзя поставить, они должны заручиться поддержкой ФСБ и силовых структур, то есть сами они по себе никуда поставиться не могут, у них усы, лапы и хвост, это должен быть там серьезная поддержка, силовая поддержка и соответственно им должен быть немедленно пристегнут весь телек. У кого сейчас есть серьезная такая поддержка? К Собянину Москва привыкала очень долго, потому что Лужков был душевный. Вот, Собянина не считают своим, хотя, наверное, как администратор, наверное, он неплохой. Ну, во всяком случае, в Тюмени в 2003 году, когда мы входили, нам отдали лучшие места, а бабок никто не попросил. Это просто медицинская не взяли взятку? Не, не взяли. Как так? Осмотрели на будущее. А, чтобы взять больше, Разбег был другой у чувака, вот, судя по всему. Разбег был другой, таргет был другой. Вот, ну, не секрет, что его жена занимается производством плитки бордюров и получает огромные контракты, поэтому он не бедствует. Просто не воровать на тысячи, моментов, а зарабатывать где-то полулегально на одном, это же твоя репутация, это все равно, она складывается из тысячи моментов, а не из одного. Ну да, там есть какой-то бизнес у жены, а он белый и пушистый. Вот, но к нему привыкали долго, и до сих пор у огромного количества москвичей нет чувства, что он родной и свое, несмотря на то, что действительно все отмыли, вычистили, поменяли огромное количество, то есть он один из немногих руководителей, понятно, что там были дикие деньги, но он поменял старую советскую инфраструктуру, все, то есть они действительно перестроили очень много, вот, но его даже за это ругают, потому что оно стало безжизненным, ну да, конечно, когда насрано в углу есть какая-то жизнь. Инсталляция, инсталляция. Вот, попытка, попытка сделать большой цивилизованный город, безусловно, искренне была, и то, что он сказал, что он с Навальным будет рубиться в честном бою, и попросил тогда Навального не убирать, и Навальный набрал 30%, хочу напомнить. Ну, там подтасовали, но все равно он именно хотел победить в честном бою, чтобы в глазах всех москвичей быть легитимным. Потому что москвичи, несмотря на то, что Клушкову вопросов было больше, чем мы можем себе позволить говорить до следующего дня, вот, а он в сложные моменты, там, в начале 90-х выкорочевал денег из Уельцина каких-то на поддержку самых малоимущих, платили дополнительную какую-то пенсию небольшую, которая была просто как воздух, и так далее. То есть, он был старый, понятийный человек, в целом заботливый, несмотря на то, что он там снес херову тучу зданий, несмотря на то, что обвинение в коррупции его сотрудникам, да и ему из них можно просто, из этих папок можно сжечь пещеру Эскобара, отапливать не одни сутки, вот, но тем не менее, люди привыкают к чему-то, доверяют, его уже считали своим. И все же, кто, кто может сейчас иметь силу в России, кроме Путина, если вместо Путина? Интересно, следующий, следующий, сидящий там в Кремле товарищ. Нет, нет, нет такого человека, он появится, когда Путин начнет хромать, а он пока не хромает. А когда Путин захромает, тогда давайте такой вопрос. Ну вот смотрите, Херсон это удар по ноге, насколько он сильный, я не думаю, что очень. Вот, я не думаю, То, что вы говорили, Севастополь. Да, Севастополь это будет ампутация, это будет даже не удар по ноге, это будет выстрел полуметра по пальцу. Из дробовика, да? Из дробовика, да. Тогда уже совсем хромает. Это будет, да, там это будет точно подраненная птица. Вот, но мы будем предельно честны, чтобы там не говорили бывшие руководители НАТО о том, как весной ЗСУ войдет, летом ЗСУ войдет. Давайте будем предельно честны друг с другом. Факторов, которые может этому помешать, столь много, и мы не можем оценивать вес каждого этого фактора, поэтому нужно быть очень наивным, чтобы вообще какой-то прогноз дальше, чем на несколько недель давать по этой войне. я во всяком случае себе такого не могу позволить. То, что я искренне желаю Украине вернуть все ее земли, Молдове вернуть все ее земли, Грузии все вернуть земли, ровно как в Google Maps нарисовано, чтобы эта линия никогда никуда больше не двигалась. Несмотря на новые исторические данные, любой конфликт по перемещению карты, это разломанные жизни и прочее. Я бы хотел в каждой стране реформ, которые приведут к процветанию и своего какого-то того или иного пути созидания, а не битвы за территорией. Развивать страну, строить виноградники и пить вино, правильно? Ну, можно еще строить атомные станции, а также высокотехнологические производства, брать огромные заказы в силиконовой долине и делать их быстрее и чуть дешевле, пустить западные банки, построить у себя сити, торговые большие площадки и стать независимым от этого всего мира, который был готов просто тебя продать. сильная независимая экономика, независимая от других стран и людей, армия, независимая по технологиям и так далее. То есть такой искренней, полновесной незалежности. Вот я желаю. Запад не хочет уже спасать лицо Путина, как считаете? Все равно хочет, то есть они бы гораздо больше поставили и гораздо жестче больше бы поставили, если бы хотели. Они запретили бы вообще любые платежи, но они продолжают бриллианты, платину, палладий и все вот это вот. Весь Норникель весь торгует и Газпробанк получает деньги, поэтому нет, им это выгодно, они очень прагматичны и циничны, отрезали то, от чего готовы были отказаться и не отрезали то, от чего не готовы. Путин верит в то, что Украина пойдет на условия, его условия на переговорах? Да. И эта вера разбудится по вашему? Конечно. Вы же понимаете, что вы абсолютно не самостоятельны и нам дернуть за пару рычагов мы это все оставим. Вы же понимаете, что мы все равно сильнее, вы никогда не были самостоятельными, вы подползаете то под Польшу, то под Турцию, вы вообще не страна, вас придумал. Ленин в 18 году, это вообще все изначально наше, и в Херсоне у меня пупок зарыт. Вот, ну кто вы вообще такие, вы вообще не нации, язык ваш это смешной диалект русского. Вот, вот, с этой позиции, конечно, пойдете на переговоры. Сейчас закончатся ракеты и пойдете на переговоры. Я думаю, что они так и мыслят. А Украина пойдет на условия Путина? А это зависит от поддержки Запада. Если Запад будет продолжать поставлять орудия и закрывать дыру в бюджете в 5 миллиардов каждый, месяц, то не пойдет. А если Запад выкрутит руки, то не знаю. Запад един против Путина на 100%? Конечно, нет. Лебедь раком щуку. Если после поражения России Путин останется президентом, с ним будут считаться в мире? Будут. Каким образом? Он станет рукопожатным, рукопожимаемым, он станет приглашаемым на G7, на G20 или какой-то другой? Или как он станет... на G20 наверное, на G7 вряд ли. Да, он в какой-то момент может затихариться и сделать вид. Он будет копить силы и разрабатывать грязные бомбы втихаря, а в какой-то момент может притвориться, что он а-ля образца 2003 года. Чего не простят Путину в Кремле и его же собратья? То, что он их оставит совсем без денег. Они же воровать пришли. А это может случиться? Без денег остаться? Могут? Ну, пока платят за газ, за нефть, бриллианты, платину, палладий, лес и уголь, нет, не может. У Ленина в России есть мавзолей, у Сталина в России есть церковь. Что будет в России у Путина? Нет, когда он помрет, ничего не будет. В лучшем случае Дорогомиловское кладбище охраняемое круглосуточно, чтобы эту могилу не взорвали или не нагадили. Какое последнее слово скажет Путин перед тем, как покинуть этот мир? Не знаю, старость беспомощная и неопрятна. Не знаю, может быть, утку поменять попросит. Будем надеяться, что ему поскорее поменяют все нужные утки, а лучше поменяют его. И что Украина будет независимым сильным государством, и что Россия станет замечательным демократическим государством, которое будет развиваться. И очень бы хотелось, чтобы не по тому сценарию, который мы сегодня описали с вами в разговоре, потому что такой сосед, я считаю, все-таки опасный сосед. Вот лучше сытая, мытая Россия. Как мне кажется? Мой мозг изнасилованный комплайенс всегда в последнее длительное время всегда все сценарии вербализируют плохие, чтобы мы ждали, готовились и сделали все, чтобы эти сценарии не наступили. И было более приятно, увидев хорошее, да? Да. Это, скорее всего, заговор, чтобы сделать злечить раны Ивана Царевича, там зачастую нужно и лягушку, и змею бросить в кипящий котел и плюнуть, и корешки какие-то. Вот. А заговор от порчи, он не всегда звучит приятно. Вот. Это то, что я, наверное, пытаюсь делать. Ну, будем надеяться, что так произойдет. Большое спасибо, Евгений. Очень интересное интервью, хорошего вам дня и ждем победы. И вам. Победы света. Спасибо большое и ждем победы воинов света. Субтитры сделал DimaTorzok.